Режим самоизоляции, друзья, в настоящий момент это самый эффективный способ борьбы с коронавирусом. Но в самоизоляции нельзя постоянно лежать на диване, нельзя ничего не делать. И наоборот, для того, чтобы быть здоровым и полноценным человеком, испытывать правильные эмоции, нужно постоянно заниматься физической культурой. Особенно тогда, когда у нас нет возможности пойти на улицу, прогуляться по набережной или по парку. И сегодня мы проведем с вами небольшую разминку. Я покажу, какие возможности есть у каждого человека для того, чтобы дома нормально заниматься физической культурой. Меня зовут Артем Детышев, я являюсь мастером спорта международного класса, участником Олимпийских игр 2006 года в Турине. Ну и самое главное, с чего нужно начать, это эмоциональный фон. Зарядка должна проходить при позитивном эмоциональном фоне. И для этого нам поможет либо телевизор, либо другая какая-то музыка, другой источник звука, который есть у вас. Но мы вот уже подготовили, остановили на паузе здесь немножко музыкальных треков. И самое первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, просто разминка. Начинаем мы сверху. Поэтому поехали. Прямо вот шея. Начинаем вот такие вот полукруговые движения. В одну сторону, в другую. Поехали вниз. Таким же образом. Нужно исключить суетливые и вот такие вот круговые движения, потому что оно просто может нарушить ваш позвоночник. Но вот такие вот аккуратные, неспешные движения для того, чтобы размяться. Чуть-чуть вытягиваем. Вот так вот в одну сторону, в другую потягиваемся. Дальше. Плечевой пояс. Поехали. Вот таким образом. Разминаем. Делаем 10-12 движений круговых в одну сторону, в другую сторону. Переходим на другую руку. Себя немножечко фиксируем. Ноги при этом держим примерно где-то на ширине плеч. Для того, чтобы было удобно, комфортно. И вот так вот сверху вниз, перемещаясь, мы разминаем суставчики за суставчиками. Вот так вот раскрываем грудную клетку. Ручки в стороны для того, чтобы еще раскрылось. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть себя раскрываем. Вот так вот делаем. Очень такие энергичные движения. Вот так вот тоже. 8-10 движений, кому сколько нравится. Вот так вот обняли себя хорошенечко. Потянули мышцы спины. Вот так вот. Потянулись наверх. Раскрылись. На вторую ножку ступили. На носочек потянулись. А сами вверх, вверх, вверх. Как можно выше. Вот так вот расслабились. Сделаем наклоны. Просто наклоны вперед. Взяли и вот так вот чуть-чуть потянулись. Потянулись пальчиками. Раз, два, три. Раз, два, три. Есть. Хорошо. Хорошо. Дальше присели. Чуть-чуть размяли свои коленочки. Вот так вот покатались. Коленочки застоялись. Хорошо. В глубокий-глубокий присед. Кто может, конечно. Кто не может, не нужно. Коленочки дальше вот так вот помяли. Чуть-чуть помяли. В одну сторону, в другую. Вот такие вот круговые движения. Вот так вот спокойненько. И еще разочек наклонились. Коленочки прямые. Наклонились и потянулись, потянулись. Хорошо. Сделав небольшую базовую разминку, можно приступать к основной части нагрузки. Это циклической части. Нам дома повезло. У нас дома есть нормальная беговая дорожка. И если у кого-то есть беговая дорожка, я считаю, что это просто счастье и выручка. Потому что на ней можно заниматься всегда, в любую погоду, в любые холода. И, конечно же, в условиях коронавируса это дает дополнительные преимущества. Начать можно с элементарных упражнений. Это прежде всего просто ходьба. Выбираем адекватную для себя скорость. Я считаю, что 5-6 км в час это абсолютно нормально. И походить нужно таким образом где-то минут 3-4 хотя бы, чтобы втянуться, чуть-чуть размяться, чтобы нагрузка была мягкой и ни в коем случае не препятствовала дальнейшему вашему занятию. Ну а дальше, после того, как вы немножечко разогрели свои мышцы, выбираем более адекватную скорость уже для бега. Ну и я ставлю себе 9,5 км примерно в час. Для меня это нормальная кресельская скорость. Мало-мальски я все равно занимаюсь. Бегаю иногда по нашей прекрасной наградской надежды. Вот такой эффективной рассминке, зарядки до 150 км этого вполне достаточно. Ну а что делать в том случае, если у вас нет беговой дорожки? Всегда можно чем-то заменить. Недаром еще Высоцкий пел бег на месте. Он общий, укрепляющий и всеуравнивающий. Поэтому можно также начать с ходьбы на месте. Ручками мы обязательно себе помогаем. Руки вообще задают темп, поэтому мы держим руки, передвигаем их вдоль туловища. Коленочки повыше. Естественно, для тех, кто это может сделать. Если вы не можете, то можно шагать и более, с более скромной амплитудой, но наверняка найдутся и те, и другие люди. Я могу, поэтому я коленочек поднимаю повыше. Ну а если Вы можете себе позволить еще и бегать, то, конечно же, нужно просто перейти на бег. И вот так вот, пытаясь поднять как можно выше ноги, бегаем, бегаем, двигаемся. Ну вот так вот мы закончим немножечко с бегом, ведь мы все равно не можем провести сейчас в рамках нашего эфира полноценную тренировку, полноценную зарядку. Мы делимся с Вами основными принципами той тренировки, той нагрузки, которая будет полезна для Вас. Но если не каждый день, то 2-3 раза в неделю этого будет за глаза, этого будет достаточно для того, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме. Дальше, после блока циклической нагрузки самое время сделать несколько силовых упражнений для того, чтобы поддержать Ваше тело, для того, чтобы мышцы были постоянно в тонусе. И здесь я рекомендую не углубляться в какие-то исключительные, изумительные упражнения, а работать базовыми упражнениями. Это то, что я люблю, работать базовыми упражнениями на основные группы мышц, прежде всего на самые крупные мышцы. Мышцы груди, мышцы Вашего пресса или кора, как сейчас модно называть. Это и боковые, и косые мышцы. Мышцы в целом таза или мышцы ног. И для этого мы начнем с элементарных отжиманий. То, что, опять же, очень доступно. Нужно просто 2 квадрата свободного места, свободного пространства, где можно это сделать. Руки ставим шире, чем на ширине плеч. Удобно, комфортно размещаемся. И пошли делать отжимания. После этого, конечно же, отдыхаем. Отжиманий нужно делать ровно столько, сколько Вы можете сделать. 10, 12, кто-то делает по 50 раз. Но нужно соблюдать общие принципы. Надо, чтобы через какое-то время у Вас снова было желание и возможность сделать следующий подход. Таких подходов, опять же, в зависимости от уровня подготовки, можно сделать 2, 3. А можно сделать и 5 и 7. А можно выполнять их суперсетами. Но это уже более глубокий уровень подготовки. И мы к этому, надеясь, мы до этого когда-нибудь дойдем. Ну а сейчас я покажу вам следующие упражнения. Упражнения на мышцы пресса. Их великое множество. Для того, чтобы узнать о новых упражнениях, о каких-то базовых, дополнительных, интересных упражнениях, которые будут подходить только Вам. Для этого можно просто зайти в интернет и забить там упражнения дома. Основные упражнения. Еще что-то такое, что Вам поможет либо картинками, либо прямо показано, как и что это делается. Можно зайти в телевизор, посмотреть. В Ютубе огромное количество программ сейчас показано на этот счет. Главное, это своя собственная внутренняя мотивация и желание быть, оставаться здоровым даже в такой сложный для всего мира период. Итак, ну а то упражнение, которое я люблю, для него нужно буквально небольшое такое уплотнение под поясницу, потому что основной момент контакта это будет вот поясничная зона. Таким вот образом кладем под поясницу нашу. И поехали. Вот такую скрепочку. Поехали немножко выдержали для того, чтобы забить наши мышцы, для того, чтобы их побольше закислить. Если этого кому-то покажется недостаточным, то можно это упражнение немножечко дополнить, сделать его чуть более сложным. Вот таким вот образом к каждой ноге. Не забываем решать при выполнении упражнений. Вот таким образом. Ну а режим выполнения упражнений в целом 30-40 секунд мы выполняем упражнение, секунд 30-40, до минуты, наверное, даже можно, в зависимости от уровня подготовки. Мы отдыхаем, ну и дальше продолжаем в том же духе. Я рекомендую все-таки вот упражнение на пресс делать суперсетами. Тогда, когда делается суперсет из трех повторений, трех подходов, потом отдыхать нужно минут 5-6, и после этого снова мы делаем такой суперсет. Итак, друзья, переходим к упражнениям на нижнюю часть тела. И базовое упражнение для нижней части тела – это, конечно же, приседания. Для того, чтобы сделать правильное приседание, нужно поставить ноги на ширине плеч. Носочки не надо разводить ни так, ни так, не надо заужаться ровненько, комфортно. Спина обязательно прямая. И пошли. Ручки вперед и глубокий присед настолько, насколько мы можем. Приседания можно делать побольше. Штук 30-40, для того, чтобы получить вот прям такое жжение в мышце. Ну, а после того, как мы сделали с вами базовые силовые упражнения, нужно что? Можно сделать упражнение на координацию, можно сделать упражнение на восстановление и на растяжку. Это будет правильно. Поэтому начинаем. Дарья, иди сюда. Мне нравится растягиваться. Ну, можно стоя попробовать. Ножку вот так вот закидываем. Упражнение одновременно и на растяжку, и на координацию. Вот таким образом. В зоне таза примерно мы выпрямляем. Выпрямляемся, выпрямляемся. Натягиваем мышцу бедра, верхнюю. Вот так вот. Вот хорошенечко растягиваем. Вторую ножку также поднимаем и растягиваем. Вот так вот. Если вдруг не получается, то можно просто присесть, закинуть ногу на диван и вот так вот покататься для того, чтобы тоже растянуть эту ножку. Очень хорошо. Не вставая с дивана, мы ногу перекидываем вот таким образом, чтобы ягодичные мышцы нам чуть-чуть растянуть. Вот так вот такое. Достаточно специфичное со стороны упражнения, но оно очень эффективное. Спина прямая, выпрямляем спину и тянемся противоположной грудью к коленке. Вот таким образом. И очень хорошо натягиваются крупные ягодичные мышцы. Вторую ножку делаем так же. К тому же еще и позвоночник здесь в поясничном отделе у нас встает на место. Хорошо очень растягивается, натягивается. Присели, растянули наши коленочки. Еще раз мышцы наши вот так вот. Ой, хорошо как. Задняя поверхность бедра. Таким же образом. Вот так вот. Прямая абсолютно коленка, а мы пытаемся достать вот так вот до нашего, до пола прямо. И еще очень хорошо и интересно, когда мы делаем вот так вот на больше, чем на ширину плеч, ставим ноги. И здесь уже у нас все, что вот между ног у нас все тянется хорошенечко. Вот локоточками вот так вот вниз. Тоже спинку как можно лучше расслабить. Потянуться к каждой ноге. Коленочки прямые, не забываем. Тянемся, тянемся, тянемся вот так вот. Вот, вот, хорошо. Вот так вот хорошо. Отлично. Потом чуть-чуть собрали ножки. И вот таким вот образом себя еще потянули. Вот так вот хорошо, прямо надавив на ягодичные мышцы. Да, хорошо все тянется. Конечно, можно включать дополнительные вещи, типа шпагатов, продольных, поперечных. И еще огромное количество упражнений есть на гибкость. Но это все вы можете посмотреть сами, делать в домашних условиях. У каждого своя база упражнений сформировалась. Но главное здесь, это все-таки что-то делать. Хотя бы 2-3 раза в неделю уделять по полчаса примерно для себя, любимого, для нашего тела, для нашего организма. Чтобы содержать его в должном тонусе. И от этого будет зависеть и ваше настроение, великолепное настроение, которое вам подарит правильная физическая нагрузка. Ну и хочу, чтобы вы не забывали основные принципы физического воспитания, физической тренировки. Прежде всего, эта нагрузка должна быть адекватной. Не нужно делать каких-то героических движений и подвигов. Когда после первой же тренировки, после первой же разминки, вам не захочется ходить по лестницам в ближайшие 3-4 дня. А через неделю вы, дай бог, вспомните о том, что вам нужно позаниматься. Аккуратненько. Лучше, вот в физической тренировке всегда лучше не доделать, чем переделать. Нагрузка должна повышаться плавно. Если вы сегодня сделали и вам показалось легко, в следующий раз вы обязательно можете добавить. И нагрузка должна добавляться волнообразно. Тогда, когда вы неделю сделали, вторую неделю сделали, вы повышаете, повышаете нагрузку. Потом вы обязательно должны снизить объемы или интенсивность, для того, чтобы ваш организм успел восстановиться. Друзья, наслаждайтесь физической нагрузкой. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, мне в директ. Я всегда буду рад ответить. Ну и давайте делиться своими собственными примерами, своими советами, для того, чтобы в этот сложный для всего нашего мира период все-таки оставаться полноценными, здоровыми людьми. До связи. С вами был Артюр Детышев, участник Олимпийских игр в Турине 2006 года.